Если вы хотите мое мнение слышать, это поформенное безобразие, к сожалению, мы не можем им ответить или гнуть. Я, знаете, такой человек, я не люблю, когда кто-то меня ограничивает, потому что мы свободная страна и будем делать то, что мы считаем нужным. Поэтому, но, как наш президент сказал, кто первый обзывается, тот сам так называется. Поэтому, как бы они не получили в ответ, а они, кстати, получат, но просто нельзя с великой страной так себя вести. И политика здесь не должна иметь первостепенное. Поэтому санкции – это очень плохо. Я, например, боюсь, наша биотехнологическая лаборатория настроена на, собственно, ингредиенты, которые делают американцы. Я не думаю, что до этого дойдет, но стволовые клетки растут, между прочим, на американский ингредиент. И никто не делает ничего другого. Поэтому вот это вот были бы санкции, если бы они нам запретили ввоз вот этих вот продуктов сюда, понимаете? Вот что делать? А разрабатывать свое – это долго. Поэтому, ну, просто, ну, понимаете, страна, которая говорит с великой страной, как с ошкодливой собакой какой-то, это просто недопустимо. Поэтому и Россия не та страна, которая позволит собой так себя вести. И я думаю, что наш президент, он все-таки что-то такое придумает интересное. И наши чиновники, помощники высокого ранга присоветуют ему что-нибудь полезное в плане санкций. Потому что, конечно, это контрпродуктивно, но не отвечать на это тоже нельзя. Иначе уважать не могут. Это же странно, это как стая какая-то. Понимаете, есть вожак. Вожак сильный. Наш, конечно, молодец. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...